Значит, мы в прошлый раз разобрали такой, на первый взгляд, не очень сложный, но не очень понятно было, каким образом связанный с предыдущим фрагмент, где речь шла об изучении Тора, в общем-то, да, то есть о том, каким образом ее изучать. Было не очень понятно, как это связано с предыдущим, но в общих чертах мы вроде бы поняли, да, то есть предыдущий фрагмент, который начинался с первой Ешивы после разрушения храма Каэн-Бе-Явны, и раб Иуда в честь этого высказал некое замечание определенное, было сравнение с Моисеем, Яшуа, вы помните, да, и получалось, что мудрецы, забравшиеся в Явны, в каком-то смысле то ли отделяются от общины, то ли наоборот продвигают Тору, там был в этом отношении некоторый туман, и дальше было несколько дрошот, то есть несколько толкований отдельных стихов, которые говорили об изучении Тора с разных сторон, и мы в прошлый раз увидели, что они все имеют определенные аллюзии с, собственно говоря, дарованием Торы и с тем способом ее получения ангеличества, который, согласно тому, был присущ народу Израиля при получении Торы, и после этого произошло некое падение, как мы знаем, и этого ангелического способа добиться как бы невозможно на Осыве Нишма, и все переворачивается, теперь нужно как раз Лишмо, а потом Лаосот, в том числе, например, при чтении Шма. И таким образом получается, что, несмотря на внешнюю несвязанность между этими двумя фрагментами, они оказываются связаны. Ну и мы продолжим. Дальше нам говорится следующее. Амри двей Раби Янай. Говорили в доме Раби Янай. Май дихтив. Кимиц халав юци хима. Умиц аф юци дам. Умиц апаем юци риф. Такая строчка из Мишлей. Как мы уже много раз с вами с этим сталкиваемся, в Мишлей контекст играет растепенную роль, как правило, потому что Мишлей состоит из отдельных высказываний, которые как бы значимы сами по себе. Но тем не менее давайте откроем, посмотрим, как в каком контексте упоминается этот стих. Звучит он буквально так. То есть здесь указывается слово миц. Миц в современном игре – это сок. Но на самом деле это выжимка. Ну, собственно, поэтому это называется соком. И поскольку, видимо, соками не торговали во времена Мишлей, то здесь это нужно читать как выжимка. И получается, что выжимка молока производит масло, выжимка носа производит кровь, выжимка, здесь интересно, аф и апаин. Это, собственно говоря, одно и то же слово. Аф – это вроде бы нос, а апаин – это как бы ноздри. Но есть идиоматическое выражение, вы говорите, которое связывает ноздри с гневом. Харонав – это как бы кипящий нос буквально или что-то в этом роде. То есть не кипящий, но, по крайней мере, что-то такое, связанное с носом. И так обозначается гнев. Ну и можно было бы это прочитать так, что выжимка двух носов порождает ссору. Давайте посмотрим, как это переводится. Иссифоном, например, да, это 30-я главка Мишлей. И здесь это переводится так. Ну, я прочитаю то, что перед этим, хотя это не очень, как мы уже сказали, связано в Мишлее, да, контекст. Лев сильнее всех зверей, не отступает ни перед кем, а сокол горный, козел, если вожак стаи, а царь также непреодолимый. Если ты сглупил в заносчивости или слукавил рука во рту, не очень понятный стих. И дальше последний стих, это вот тот, который здесь читает, цитируется, и он звучит так. Ибо давление молока производит масло, давление носа производит кровь, а давление гнева производит ссору. Ну, видите, опаим здесь перевели как гнев, что вполне оправданно. Можно было, правда, перевести как гнев и первую часть, да, не нос, а тоже гнев. Но гнев в единственном числе, а здесь в двойственном числе. Ну, посмотрим, как толкует Раби Янай этот стих. Он спрашивает, задает вопрос, собственно, не толкует. Он говорит, В том, кто изрыгивает молоко, которое он сосал из груди матери его.